Меня зовут Александр Шилинг, и в данном видео я хотел бы показать вам самый простой пример, написанный на языке PHP. Итак, в прошлом видео я показал вам, как создать новый сайт и как использовать Denver. То есть, повторю ещё раз, внутри диска Z папки Home мы создаём новую папку с именем нашего сайта, и внутри данной папки создаём папку 3W, и именно туда уже помещаем содержание нашего сайта. Так как мы используем Denver, есть небольшая особенность, это если вы используете кодировку, отличающую от Windows 1251, то нужно создать файл .htaccess и внутрь данного файла поместить вот такое вот содержание. Иначе все файлы, которые будут создаваться в другой кодировке, будут отображаться неправильно. Итак, мы всё сделали, создали новый сайт под названием index.php. Сейчас я его покажу, так он выглядит. То есть, если вы читали мою статью, то вы, в принципе, видели этот пример. Я просто скопировал его, создал новый файл с именем index.php, можете его назвать как угодно, в принципе, но в данном примере я назвал его index.php и сохранил в мою папку demo.3w под именем index.php. Так, запускаем Denver. И, в принципе, видим, что уже, перейдя на наш сайт, отображается именно результат выполнения php-кода, то есть именно надпись «Привет, мир!». То есть внутри вот этого паренового тега мы можем писать php-команды. Допустим, это оператор эйху, некоторые его называют почему-то эйху, но мне как бы привычнее называть его эйху. И здесь он делает не что иное, как просто выводит надпись «Привет, мир!». То есть вот этот небольшой php-код, он выполняется на сервере, и сервер возвращает вот такой результат. Если мы посмотрим исходный код данной страницы... Так, как это сделать в интернет-эксплорере? Если честно, никогда им не пользовался, и потому не особо знаю, как это делается, но, надеюсь, сейчас увидим. А вот посмотреть HTML-код. Вот, то мы видим, что здесь php-теги убираются, и возвращается именно сам результат выполнения данного php-кода. То есть «Привет, мир!». То есть никакого php-кода в готовом выводе с сайта уже не отображается. То есть весь php-код, как мы видим, он убирается, и здесь сохраняется только результат выполнения. Вот, в принципе, и всё. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Если есть вопросы, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!